Девушки отдыхают А потом и разговаривайте Выпьем за Серёжу, Серёжу дорогого Смерть ещё и солнцом красивого такого Дорогая, дорогая Все вы меня здесь шутом считаете? Что вы знаете про меня? Что вы все про меня знаете? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо Добрый вечер, дорогие друзья Мы начинаем нашу встречу И я бы хотел, чтобы мы с вами условились О том, как мы будем её проводить Я вот когда сюда ехал сегодня Я думал о том, вот Как это всё делать О чём говорить Как говорить Потому что это тоже очень важно И не скрою В общем-то огромное желание Как всегда у любого артиста Желание нравиться зрителям Нравиться публике И хочется, чтобы тебя любили Это, наверное, естественно Но с другой стороны понимаешь Что это невозможно Чтобы все тебя любили одинаково Это просто нереально И, наверное, не нужно Потому что Мне кажется, что Любой человек Который старается высказывать Свою точку зрения И идти своим путём Не может одинаково нравиться всем И здесь в зале И у телевизоров Многомиллионной аудитории Телевизионных Телезрителей Конечно, есть люди Которым не всё нравится Из того, что делает наша группа В кино Ну и в частности Каждый из тех Кто работает в нашей группе Но, тем не менее Я попытаюсь Насколько возможно С вашей помощью Попытаюсь быть максимально искренним Перед вами Я не считаю себя вправе Учить Кого бы то ни было Чему бы то ни было Но думаю, что именно В таком прямом И откровенном общении Может сложиться Тот контакт Который может быть Взаимоинтересен Для нас с вами Кроме того Думаю, что Не только я должен Испытывать ответственность Находясь здесь Я один Вас много А вместе с телезрителями Огромная аудитория Но вы представляете Здесь всё-таки Аудиторию и телезрителей Поэтому Уровень ответа В большой степени Зависит от уровня вопроса Мы должны с вами Быть в этом отношении Взаимно ответственны Я знаю, что здесь В зале находится Довольно много Молодёжи Творческой, актёрской молодёжи И я очень этому рад Я очень рад этому Потому что Повторяю вам Я не готов И не хотел бы Таких общечеловеческих Знаете, разговоров О жизни Они должны возникнуть Сами по себе Исходя из той профессии Которой занимаюсь я Исходя из того интереса Который должен возникнуть В этом зале Именно к профессии Которой я занимаюсь К кинематографу К актёрству К режиссуре Вообще к фильмопроизводству Ну и, наверное, К каким-то проблемам жизни Которые должны, повторяю Вытекать из профессии Вот Ну я, пожалуй, приступлю К вопросам И думаю, что параллельно Возникнет у нас и Разговор Об актёрских работах Это вообще микрофон есть Хочет поговорить Не инкогнито То есть более ответственно Какие из последних Советских фильмов Вы хотели бы отметить Если такие существуют Хороший вопрос Существуют ли Последние советские фильмы Ну я думаю, что Я очень люблю картину Вадима Абдрашитова Парад планет И, кстати говоря Александр Миндадзе В Италии Когда эта картина была На фестивале Назван лучшим драматургом Года этого Иностранным драматургом Я люблю картину Николая Губенко Которая называется Из жизни слёзы и любовь Эта картина была Тоже на фестивале В Рио-де-Жанейро И получила там Почему я говорю о том Что Почему я отмечаю специально Что картины Пользуются успехом Потому что Вы знаете К сожалению Очень часто Кинофестивали В большей степени Превращаются Не в смотр Киноискусство Киноискусство А в общем Либо в сведение Политических счётов Либо В распределение По политическим причинам Тех или иных Наград Не в связи С достоинством картины А в связи С тем Что просто Призов больше Чем картина Бывает так Наше кино К огромному Сожалению Чрезвычайно Трудно Пробивает себе Дорогу на мировой экран Чрезвычайно Трудно С одной стороны И тут есть Сознательное отношение К нашему кино Потому что Скажем Американский Китематограф Совершенно Ну Окупировал Европейский экран Окупировал И на корню Покупаются И картины И зритель И прокатчик И продюсер Покупается на корню Таким образом Европейское кино Постепенно Потеряло Теряет свой Континентальный Иммунитет Если можно так выразиться И если есть Какая-то надежда Для реанимации Кинематографа Континентального Европейского Кинематографа даже Я думаю что В основном Надежда Может быть Возложена Только На нас И на наверное На Может быть Меньший кинематограф Но серьезный Проблемный Кинематограф Скажем Венгрии Чехословакии Болгарии Это Я говорю про лучшие Картины Я говорю про лучшие Картины Потому что Вы с вами Согласны Я бы очень Хотел вас послушать Скажите Пожалуйста Я скажу что я хочу Сказать Я скажу что я хочу Сказать этим Мы делаем Приблизительно Одинаковое Количество Хороших Картин Самой крупной Кинодержавой Мира Кроме нас Соединенными Штатами Хороших Хороших По самому Высокому Классу Потому как они Сделаны Как они сыграны По этим Категориям Этих картин В год И мы И они Делаем не больше Семи Или десяти Это потолок Тем не менее И мы И они Делаем Больше сотни Картин А включая Телевизионные Еще Больше И в этом Наши картины Хорошие Похожи на те Хорошие картины По техническому Уровню в том числе Но наши плохие Картины Не похожи На плохие Картины Потому что Потому что Наш технический Уровень Кинематографа Плохой Картины Он Бесконечен Это космос Говорю я Это не для того Чтобы вас Повеселить И так сказать Подпустить Клубничку Что называется Эта проблема Очень серьезная Потому что У нас есть Даже в нашей Среде Есть шутка Что советская Кинопленка Лучшая в мире Она света Не боится Вот Но Я отвлекся Об этом Может быть еще поговорим Почему не снимаете Фильмы на современную Тему А постоянно Обращаетесь К классике Это вопрос Такой хитрый Мы вроде как Боитесь Современной темы Не боюсь Кстати говоря Сегодня На современную Тему Картины Снимать Легче Стало Чем Когда мы Скажем Снимали нашу Картину Родню С Нонной Викторовной Правда Нонной Вот Поэтому Это неправда Я Обращаюсь К классике Не потому что Не хочу отвечать На вопрос Современности Мало того Я даже считаю Что Не есть Ну что ли Ответом на вопрос Возможность Снимать картину Где люди ходят В современных одеждах Включают Непонятные Приборы Проходят Мимо Друг друга И говорят Девятую Включил Нет Как пойдет Шестнадцатая Тут же сообщите На пульт Какое наукообразие Фантастическое И это кажется Что Уууу Какая современная Картина Ничего подобного Она может быть Стара Беспредельна И могу назвать Картины Где люди Могут ходить В В тигровых Шкурах И все равно Это будет Картина Современная Потому что Точка отсчета Важна А не то Во что одеты Или на какую тему Говорят Скажем Вот Да простят меня Мои коллеги Из телевидения Но уж Если мы говорим Про Про все Откровенно Как вроде Договорились То Скажем Вот эти Телевизионные Сериалы Бесконечные Которые Можно смотреть С любой С любой серии Начинать И любой Заканчивать И в разном Направлении Совершенно Эти картины И То есть Можно одну К другой Приклеить Помыть Посуду Пойти Погулять Выспаться Прочесть Газету Опять Уставиться И в общем Все понятно Потому что Потому что В общем-то Там конфликт Хорошего С прекрасным Если У молодого Производственника Инженера Есть неприятности С начальником То начальник Намного Старше И он Уже Так сказать Отжил Свой век И если Уже Даже к концу Картины Мы видим Что Нашего Молодого Инженера Уже Вот сейчас Вот сейчас Совсем Будет плохо То Появляется Другой Начальник Повыше Того С кем У него Конфликт И в общем Все Разрешается Благополучно Если у него Есть любовь Не в семье То Жена должна Погибнуть Это Это не ответ Это не ответ На вопрос Это не ответ На вопрос Это так же Как вот сегодня Один мой Очень близкий Друг Замечательно Сформулировал Вот Такого рода Деятельность Он назвал Это Сейчас Я даже записываю На секунду Он назвал Этих людей Он назвал Кипучие Бездельники Это Гениальная Совершенно Формулировка Потому что Это такая Деятельность Срочно Надо что-то делать Давайте быстренько Дем Картину Все Но Чтобы Изнутри Так сказать Вот так вот За руку Поймать Ты что сейчас Делаешь Он не ответит Он говорит Я иду Как я Я вот сейчас Подпишем И Это кстати Очень серьезная Проблема И сейчас Именно очень Серьезная Проблема Потому что В то время Как идет Очень серьезное Переустройство В стране И То что Определено 27 съездом Партии Действительно На мой взгляд Историческим Съездом Партии В результате И существует Опасность Что Какие-то Прекрасные Идеи И решения Будут Тонуть И тормозиться В этой Пене Кипучих Бездельников Которые Будут Камуфлироваться Под Необходимость Соответствовать И в то же Время Существовать Лишь бы Быть на плаву Уже сейчас Допустим Кто-то из них Кто какое-то время назад Говорил одно Сейчас говорит противоположное И с той же Так сказать Страстностью Как будто Всю жизнь Так и думал А что ж ты молчал Ну я думаю Что Так мы перескакиваем С кино Так Ну это Про кино Я говорил Так что я думаю Что тут дело не в Саша Александр Артемович Помоги мне Пожалуйста Иди сюда Я хочу Попросить Сашу Адабашьяну Мне помочь АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот сейчас стало легче Легче стало Знаете как трудно К вам выходить страшно Ведь Вы от меня чего-то ждете И имеете право требовать А я от вас ничего Это не могу требовать Вроде Назвался груздем Полезай в кузов Значит Вы кажетесь Человеком благополучным Счастливчиком Может быть Были в вашей жизни Испытания Преодоления Ну вообще Вы очень часто Играете негодяев И подхалимов Почему? Это ваше кредо Сейчас можно так это Замечательно связать Что в связи с тем Что моя жизнь Очень благополучна Я играю негодяев Вроде как Мне не хватает В моем благополучии Всякой гадости Вы понимаете какая вещь Вот говорить о благополучии Что такое благополучие? Благополучие В достижении Целей Ведь тут наверное Важна Важна какова цель Которой ты добиваешься Если ты добиваешься Холодильника И его Розенлев И его достал И вот теперь у тебя Вроде как все есть Потом тебе захотелось Чего-то другого Что можно потрогать руками И так далее Я просто думаю Что благополучие Наверное Автор этой записки Имел ввиду благополучие Какого-то Такого плана Потому что У любого Человека Который пытается Заниматься творчеством А следовательно Брать на себя ответственность Благополучия Такого Быть не может И вы меня поймите правильно Я сейчас говорю не о том Что нужно В лаптях ходить И голодать Сейчас я не об этом говорю Я говорю о том Что любая точка зрения Если ты пытаешься Ее отстаивать Она требует Сил Энергии И уверенности В том что ты прав Любая точка зрения Если ты ее отстаиваешь Ты должен быть готов К тому Чтобы отстаивать ее На любом уровне При одном определенном При одном Обязательном условии Желание добра Своему отечеству Почему Потому что Скажем Вот спрашивают Были ли у вас Проблемы С Создачей картин Со съем Конечно были Практически С каждой картины Были в большей Или меньшей степени Какие-то трения Но я для себя Взял принципом Одну вещь Один Ну что ли Да Один принцип Если от меня Требовалось Что-то Не Принципиальное Для картины Для концепции Для меня Для друзей моих С которыми мы работали Я всегда шел На эту поправку Потому что Не хотел вставать В третью позицию И говорить Я художник Вы не имеете права И так далее Это не принципиально Это не принципиально Вкусовое Пожалуйста Спорить по этому поводу Глупо И это трата времени Если это было Принципиально Для картины Я находил возможность Убеждать Ругаться Молчать Выжидать Хитрить Но добиваться того Чтобы совесть моя Была чиста И моя фамилия И по фамилии Друзей моих В этой картине Были бы Не запятнаны Отступничеством От идеи Которая Нами руководила И в такого рода борьбе Между Художником Допустим И бюрократом А их достаточное Количество Победу Одерживает Тот Кто более Настоящий Потому что Бюрократ Если он Бюрократ Он думает Он думает Только о своей жизни Художник Обязан Думать О жизни Не только Своей О жизни Своих Соотечественников Поэтому В этой борьбе Неминуема Победа Должна быть Того Кто думает Не только о себе Как ощущаете Вы перемены Которые Происходят В нашей жизни Что сдвинулось Прям Подряд Подряд Вы знаете Какая вещь Мне думается Что Время Наступает Замечательное Мне так кажется Объясню вам Ну вообще Попытаюсь Объяснить Вот по одной Детали Давно ли Нам Вот если Мы серьезные Люди Сидим Глядим Друг в глаза Стараемся Сейчас говорить Правду Давно ли Положа руку На сердце Нам действительно Стало интересно Смотреть Программу Время Чего Молчите Недавно Потому что Возникла Живая Необходимость Разговаривать С людьми На уровне Доверия К этим Людям Потому что Когда мы Говорим о том Что у нас Становится Все больше И больше Уж кажется Куда же Больше С каждым годом Все больше И больше Всего больше И все лучше И лучше Всего Все лучше И возникает вопрос Кому нужно Говорить Все время Что лучше И лучше И что Больше И больше А не серьезнее Ли сказать Что Что-то Не так Чего-то Не хватает И попытаться Сделать так Чтобы Хватало Чтобы это Было Действительным Делом То есть Тем К чему Призывает Сейчас партия Вы понимаете Вот Опять же В телевизионной Одной передаче Дело ведут знатоки Есть Замечательные По То есть Сейчас уже По-моему Нет Но были Замечательные По Своей Гражданской Храбрости Слова Если Кто-то Кое-где У нас Порой Честно Жить Не хочет А что Такого Сказал Кто-то Кое-где Порой И Главное Не ухватишь Никого Кто Я что Сказал Кто Ну действительно Кто-то Кое-где Порой Какой-то Вроде Так честно Сказано Товарищи У нас Не все Еще Кое-где Порой В порядке У нас Кое-где Порой Крадут Где Ну я же не знаю Ну ведь Где-то есть Действительно Если даже ты говоришь Тому Кто крадет В глаза Он скажет Да Действительно Надо же А где Ну Знаете Не у нас Нет Нет Вот В соседнем районе Понимаете И вот такая Безликая Форма Критики Вопреки Словам Серго Арджиникидзе Прекрасным словам У каждой Накладки Есть имя Отчество И фамилия Потрясающие слова По своей ясности Или вот это Такая Знаете Вот есть коллективная Ответственность А есть коллективная Безответственность Вот когда ты приходишь К кому-то И говоришь Вот хорошо бы это А тебе говорят Не надо Почему И такая Знаете Возникает Такой Такое Облако Есть мнение И главное Что Ведь Не спросишь Даже чье мнение Потому что Вроде как Раз есть мнение Значит Ого Уже И когда Так даже Посек А чье И поразительное Возникает Такое Общее Состояние Когда мнение Есть А того Кто его Высказал Нет Если потом Наконец Ты пробиваешь И Добиваешься И говоришь Сказать Сказать проще Сказать проще Чем Да Потому что Отвечаешь Только за Да Потому что Говорят Да Ты должен Делать А говоря Нет Ты не Должен Делать И мне Мне кажется Что Сейчас Вот если Отвечать На вопрос Кто Такой И где Порой Мне кажется Что Наступает Время Когда Мы хотим Мы давно Хотим Знать Кто Где И когда Но наступает Время Когда я надеюсь Что мы это узнаем И в этом Будет Наша Серьезная Победа Победа Нашего Строя Победа Нашего Общества И мне Думается Что в связи С этим Возникают Вопросы Которые Имеют Принципиальное Значение Потому что Нам нужно Отвечать Не только На вопрос Что делать Что делать Мы знаем Как Как Достичь Этого Как Попытаться Отличить Того Кто Лжет И Прикидывается От того Кто Действительно Хочет Делать Дело Как Много Тех Кто Действительно Сейчас Камуфлируясь Под Время Как Скать Надев Масхалат Пытается Существовать По Старому Продолжая Говорить Слова Как Бы Новый И Это Очень Серьезная Проблема И Проблема Кинематографа Пытаться Вопрос Тоже На Мой Взгляд Да У На Два Вопрос Первый Вопрос Любите Львы Стихи И Как Поэтов И Второй Вопрос Сразу Давайте И Второй Вопрос Какой Самый Счастливый День Был Вашей Жизни Самый Счастливый День По Поводу Поэта Я Думаю Что Это Пушкин И Думаю Что Тут Я Не Отговариваюсь И Не Пытаюсь Ну Просто Снять Вопрос Закрыв Этим Великим Именем Потому Что Мне Кажется Что Пушкин Поставил В общем Все Вопросы И Пытался На Который Прожил Всего 37 Лет Для Того Чтобы Все Вопросы Современности Современной Жизни Человека Нашли Отклик В вопросе Не в ответе Но в вопросе Который Волновал Пушкин На мой взгляд Что касается Самого счастливого Днем Что такое Мой Самый Счастливый День Я бы Я бы хотел верить Что Самый Счастливый День Моя Жизни День Моего Рождения А после А если Говорить Про После То Я надеюсь Что Он Еще Не Наступил Спасибо Так Есть Еще Вопросы Устные Как Хорошо Вот Вышел Живой Человек Так Давайте Давай О как Хорошо Вот Вы Сейчас Вы Дуэтом Будет Навер В общем Вопрос такой Как Вы Относитесь Как Вы Работаете С Александром Калягин Мне кажется На мой взгляд Должна быть Тесная Дружба И Много Связа Спасибо Я Вам Должен сказать Что Мы Действительно С Александром Калягин Начали Работать Вместе Еще На Картине Свой Среди Чужих И Я был Очень Благодарен Ему За то Что Он Принял Предложение Сыграть Совсем Маленькую Роль Конечно Ну Так Скать Вершина Нашего Содружества Для нас Двоих Это Картина Неоконченная Пьеса Для механического Пианино Где Калягин Сыграл На мой Взгляд Замечательно Сыграл Роль Платона Но Вы Знаете Вот В Книге Юрия Лощица О Гончарове Есть Замечательная Совершенно Фраза Что Счастье Это Не тогда Когда Получилось Не тогда Когда Получится А Когда Получается Вот Это Есть Ибо Для меня Например Процесс Стал В какой-то степени Важнее Чем результат Поймите меня правильно Я имею ввиду Не менторское отношение Я снял И вы смотрите Нет Но просто Когда ты закончил Уже все Что-то отлетело Ты уже похож на Уже картина Похожа на Ступень Которая Сейчас сгорит Она уже Она уже Не твоя А вот Когда Получается Это Есть Чудо И его Уцепить Ухватить Ощутить Это самое Волнительное Самое пронзительное Ощущение Наверное Которое испытывает Художник И когда Вот мы работали С Карягиным Вот в эти моменты Когда Скажем Был его монолог Или скажем Его финал Картины Которую мы сняли За два утра То есть Нет За одно Практически Вы знаете Что Это очень Сложно Это называется Режимные съемки Это когда Снимается Раннее утро Или вечер То есть Когда Это не день И не ночь Это вот То самое Неуловимое Состояние Которое Можно снимать Всего 20 минут Может быть 10 минут И обычно Режимные съемки Растягиваются На Там 5-6-7 дней Потому что Можно снимать Только недолго Мы кстати говоря Можем посмотреть Отрывочек Из Вот финальную сцену С Калягиным Мы можем Посмотреть Пусть ее пока Зарядят И когда будут Готовы Мне скажите Пожалуйста Значит И поэтому Вот эти Мгновения Когда Существовала Живая Импровизация Когда Существовало Дыхание Когда мы Жили Одной Что ли Жизнью Когда мы Существовали Во времени И в пространстве Едино Это было Счастье Это было Счастье Что это такое Объяснить трудно Потому что Для меня Работа с актером Она не ограничивается Чтением Сценария Репетициями Это Общая жизнь Это Чаепитие Разговоры Чтение Скажем Бунина Или Чехова Неважно Это прогулки Это футбол В который мы играем Потом расскажу Если будет вопрос о спорте Почему И так далее Но это То самое Время Когда начинает Прорастать Образ В артисте Потому что Каждый актер Он Очень раним И когда Мы видим актера Который Такой весь Это тоже Может быть ошибочно Он просто может быть Ну это может просто Плохой артист И не очень умный человек Но умный человек Даже И хороший артист Иногда прячет Вот за этой своей Как бы свободой Прячет свое Очень нежное Существо Боясь Что оно Может быть разрушено Поэтому моей задачей Является не просто Попытаться Помочь артисту Сыграть Для меня Важнее всего Попытаться Помочь артисту Не бояться Своего партнера Не бояться Камеры Не бояться Меня Не бояться Всех остальных Группе И в этом отношении Очень важна группа Скажем Саша Добашьян Как художник Его группа Паша Лебешев Как оператор Его группа С которой мы работали То есть Вот вся эта атмосфера Которая создается Вокруг артист И для артиста Если готовы Там Давайте посмотрим Отрывочек Из механического пианино Вот этот самый финал Все Погибло 35 лет Что Я ноль Я ничтожество Ноль Мне 35 лет Лермонтов 8 лет Как лежал в могиле Наполеон был генералом Вот А я ничего Вашей проклятой жизни Не сделал Ничего Саша Вы погубили мою жизнь Я ничтожество По вашей милости Александра Где я Бездарный коллега Где моя сила Талант Пропала Распокойтесь Мишенька Что Ведь ты здесь Хранительница Чага В котором давно Уже ничего не тлеет Ложь Обман Как я ненавижу тебя С твоими Канарейками Борщами Я знаю тебе Деваться некуда Так же как и мне Боже мой Каждый день Видеть тебя Слышать твой голос Презирать тебя И себя И знать что Никуда не деться Куда мы все Девем Куда Мишенька 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 Боже мой, ты жив, значит, и я живу. Я очень тебя люблю, Мишенька. Я люблю тебя, любовь. Весь мир для меня это ты. Я ничего не боюсь, я все могу стерпеть, потому что никто на свете не сможет любить тебя так, как я. Мишенька, ты устал, ты отдохнешь. Мы снова будем счастливы и будем жить долго-долго. Нам повезет, мы увидим жизнь новой, светлой, чистой, новых прекрасных людей, которые поймут нас и простят. Только надо любить, любить, Мишенька. Пока будем любить, будем жить долго-долго и счастливо. Сашенька, Сашенька, девочка моя, спаси меня. Пойдем. Отчего все так? Отчего? Пойдем, мой хороший, пойдем. Ты прости меня. Ну, не надо. Прошу. Ну, не надо. Ну, не надо. Пойдем. Пойдем. Я упал. Я ударил в землю. Как знаю. Я не знаю, что это. ourparty это был глубоко. Ты посмотрел. Пойдем. 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 Не очень ли вывес. Очень ли вывес. Пойдем. А еще лучше. Спасибо. Пойдем. Я бы хотел продолжить тему. Вот вы говорили, и тот вопрос, почему вы обращаетесь к классике, так сказать, больше, и о вопросах, которые поставил Пушкин. Вот что такое для вас сегодня, вот наше время, основные приметы современности, и есть ли герой вот такой, вот раньше был герой нашего времени, там какого-то определенного периода времени, а вот сегодня, что это такое? Вы знаете, какая вещь? Вот вопрос очень серьезный, потому что героем нашего времени, вот мы все время говорим о герое, какой герой нашего времени, и возник такой стереотип героя нашего времени. Мы даже знаем артистов, которые можем назвать, что вот он, это лицо героя нашего времени. Скажем, и такие штампы, они в результате, приставая к артисту, мешают его жизни. Они, я не буду называть фамилии, сейчас не в этом дело. Мне кажется, что героя нашего времени сейчас, пока что, еще нет на экране, еще нет. То есть, вы меня поймите правильно, я не говорю о прекрасных картинах, которые были, которые есть, лучшие из них, потому что они есть. И наш современник, скажем, картина Райзмана, и его же картина «Коммунист», и картина других режиссеров, и, кстати говоря, картина Романа Балаяна «Полеты во сне и наяву». Это тоже герой нашего времени, но не в том понимании, герой как герой. Это олицетворение определенных тенденций в развитии человеческой личности, живущей в определенных условиях. И мне кажется, что здесь очень важно найти ту меру между рефлексией, такая всеотрицающая ирония, всеуничтожающая ирония, и эдакая свобода взгляда на мир, и реальной попыткой ощутить себя, живущим на этой конкретной земле. Себя, живущего на этой земле. Что я хочу сказать? Каким образом я хочу помочь? Что меня волнует? Что мне мешает? К сожалению, и сейчас это, в общем, слова, слова, слова. Потому что я не мог бы вам назвать персонажа, который мог бы быть назван героем в том понимании, каким его хотят видеть на страницах, скажем, каким его хотят видеть критики и кинокритики. Но, на мой взгляд, Чехов на этот вопрос ответил очень точно. Он сказал, что в моих пьесах нет ни ангелов, ни злодеев, я рассматриваю человека в единстве противоположностей. Я не знаю ответов на вопрос. Вот у Феллини есть великая картина, называется она «Восемь с половиной», вы все ее знаете. Там главную роль играл Марчелло Мастрояни, режиссера Гуидо Ансельми. Он говорит в финале картины, на мой взгляд, великую фразу, под которой я лично могу подписаться стопроцентно. Он говорит, я хочу говорить правду, которую я не знаю, но которую я ищу. И в этом движении есть путь к постижению истины. Может быть, ее нельзя достичь. Может быть. Но это не зря прошедшая жизнь. Потому что в этой попытке искать ответ на вопрос вместе со зрителями и есть жизнь, и есть реальность. При одном обязательном условии – желание добра своему отечеству. Это должно быть основой. Не знаю, ответил ли я вам на ваш вопрос, но я постарался это сделать как можно более ясно. Спасибо. Людей на свете очень много. У каждого свои проблемы. Даже у самого плохонького не меньше двух, правильно? Но качества их разные. Есть более мелкие, есть крупные. Ну, как бы я сказал, горящие, первостепенные проблемы. Глобальные такие, мировые их в разряд этих относят. Вот я хотел бы вас узнать, какие проблемы вы считаете, что они стоят очень важные перед обществом, перед нашим обществом, вообще перед человечеством. В частности, перед нами. И второй вопрос. Что для вас наиболее ценно в людях, в частности, в актерах? Ни одну проблему решить нельзя, если не будет существовать просто в реальной возможности существовать. То есть мира. Это так. И вы понимаете, это проблема, о которой мы говорим, о которой мы знаем, но которая, как мне кажется, должна быть не только знаема, а должна быть еще и внутренне, эмоционально, духовно ощутима. Например, мне кажется, может быть, я ошибаюсь. Мне кажется, что ужас войны заложен в нашем, и ненависть к ней, в нашем народе генетически. Потому что, поверьте, я сейчас говорю просто, я пытаюсь это для себя понять. Ну почему? Неужели мы хотим жить, а кто-то не хочет? Ну это наивный вопрос, это не так. Ну если вдуматься, что, скажем, американцы никогда не воевали на своей территории, можно многое понять. Они не знают, что такое, когда на твоей территории от чужих рук умирают твои близкие люди. Поэтому вот этого, для них война совершенно абстрактна. Что-то где-то страшное существует, пропаганда это умножает и так далее. Но вот этого генетического знания, которое впитано с молоком матери, и которое существует в наших детях, хотя они не видели войны, в моих в частности, это заложено поколениями. Потому что Россия, Советский Союз, воевал на своей территории и знает, что это такое. Что касается других проблем, для меня лично, связанных с творчеством и жизнью, вы понимаете, вот я попытался ответить на этот вопрос фразой из картины Феллини, что я хочу говорить правду, которую я не знаю, но которую я ищу. Но мне думается, что очень важна здесь такая, важна такая вещь. Вот мне кажется, что наша группа, вот мы, мы сняли несколько картин, это и «Родня», и «Пианино», и «Обломов», они временно разные. Но у меня ощущение, что мы снимаем одну длинную картину, в которой есть один постоянный вопрос без ответа. поиск гармонии между человеком и окружающим его миром, между личностью и окружающей его действительностью. Поэтому, вот, причем, я могу понять, что, может быть, мне не удастся этой гармонии достичь, может быть, не дожить, может быть, не увидеть ее, но поиск этой гармонии и есть самая жизнь, на мой взгляд. Ответил я вам на ваш вопрос? Спасибо. Скажите, пожалуйста, что есть, что есть, по-вашему, режиссура? И как бы вы определили основные заповеди профессии, именно заповеди? Вы режиссер? Нет, не совсем. Но вы учитесь? Да. На режиссерском факультете? Да. Во ВГИКе? Нет, в ГИТИСе. В ГИТИСе. Режиссура – это, во-первых, черта характера. Во-вторых, это умение по-солдатски находить выходы из положений, в которые ставит тебя жизнь, профессия, руководство и так далее. И чем лучше режиссер, тем цельнее и целее будет его существо и лицо в его картинах после того, как он преодолеет эти препятствия. Что касается, это, ну, так сказать, какие-то заповеди, что ли, профессии, ну, отношения, что ли, к ней. Что касается, вот для меня лично заповеди, самый главный, это бесконечная любовь к артисту и огромное терпение. Потому что никогда артист не должен быть неправ. Всегда неправ режиссер. Если артист у него плохо играет, то это не плохой артист у него, а это он его взял такого и не сумел из него сделать хорошего. Мне кажется, что единственная и самая главная заповедь во всем дурном винить себя, все, что получилось, делить с теми, с кем работаешь. Спасибо. Можно вопрос, да? Да. Я хочу сказать, что вот записочку, которую мне дали, это я не из кармана вынул. Знаете, бывают такие случаи, когда из кармана себе записки пишут, потом такая записка, правда ли, что вы гений? Знаете, такие записки вы пишете? Слушаю вас. Это мне дал просто, товарищ. Да. Я хотела спросить вот что. В ваших картинах всегда существует компания актеров, как-то, ну, как бы поразительно тонко к друг другу пристроенной, хотя мы смотрим не хуже актеров в других фильмах, и такой альянс гармонии не создается впечатление. Что это? Это момент актерского мастерства, человеческий момент? Или это, ну, это не гипноз же, хотя есть режиссер, даже писали об этом, который снимал одного из актеров в своем фильме «Под гипнозом». А ощущение, как бы, атмосфера, исходящая от людей, гипнотическое, потому что они заряжены чем-то одним. Как это бывает? Это не вопрос, это комплимент. Дело в том, что, вы знаете, для меня, я вам уже говорил, для меня существует один закон незыблемый, даже не закон, потребность. Я не могу работать с людьми, если я их не люблю. И не могу работать с людьми, которые не любят меня. Это дело не в том, чтобы, это не та любовь, знаете, так сказать, нехорошие, красивые слова и, так сказать, лезть. Нет. Это контакт, как, вот знаете, радиоконтакт. Для меня самым главным на съемочной площадке является атмосфера. Атмосфера. И если я плачу вместе с героем за камерой, я знаю, что он от меня получает импульс, который ему помогает. Потому что актер на съемочной площадке не имеет зрителя. Если актер театральный может аккумулироваться от зрительного зала, актер в кино этого лишён, у него есть камера. И если актер перед камерой, краем, своим боковым зрением или ухом слышит, что в это время сбоку осветители разговаривают о том, когда перерыв, никогда у меня эти люди работать на площадке не будут. Потому что наградой актеру является только контакт со зрителем. Это настоящая награда. Ни договор, ни деньги, ни... Это настоящая награда. И тогда он способен на то, даже чего он сам не ожидает от себя. Вот великий режиссёр шведский Идмар Бергман, он говорит, что «меня интересует не то, что актер играет, а то, что он скрывает». И кроме того, он говорит, «меня интересует точка пересечения человеческого и актерского в актере». Поэтому, скажем, в нашей работе всё, что существует, вся энергия, которая существует на площадке, должна быть направлена только в помощь актёра. И тогда может получиться иногда волшебная вещь. Кстати говоря, это и есть гипноз в определённом смысле. Так, спасибо. Значит, спорт в вашей жизни. Ну, о спорте в моей жизни я могу говорить долго, действительно, потому что не мыслю совершенно себя без спорта, не только себя, но и всех тех, с кем работаем. Причём объясню вам, что это дело не просто... Это не просто удовольствие. Мы работаем не только в Москве, мы по несколько месяцев находимся в экспедиции. И поэтому, когда люди... Дома-то люди устают друг от друга, а уж когда они в чужими людьми, в экспедиции, тем более месяц, два, три, тяжело. Когда осветитель или другой технический работник группы во время съёмки, раздражённый на меня, не имеет возможности просто по какой-то дисциплине сказать мне то, что он про меня думает, то когда мы играем после каждой съёмки полтора часа футбол, за дурной пас, он может мне всё, что угодно сказать. И в этом случае он освобождается от того накопления, которое в течение... Действительно это так. Я считаю, что в этом отношении это не только связано с психофизической подготовкой и психотерапией, что ли, на съёмочной площадке. Это и просто связано с общечеловеческой и актёрской формой. Никита Сергеевич, простите, пожалуйста, я издалёка шла. Налево посмотрите, налево. Я хотела вернуться ещё раз к экранизации, к одной из ваших экранизаций, в частности, к Обломову, и спросить о вашей личной философской концепции, что ли. Потому что я сейчас поясню, что я имею в виду, потому что... Простите, ради бога, я попрошу, чтобы нам потом не тратить время. Зарядите, пожалуйста, Обломова, если можно. На мой взгляд, ваша концепция и героев, и самого романа несколько отличается от концепции Гончарова. То есть я не хочу, чтобы вы меня поняли прямолинейно. Плохой Штольц, хороший Обломов. То есть я понимаю, что вы к своему герою относитесь к нескрываемой симпатии, с гораздо большей, возможно, чем это делал Гончаров, хотя там была и симпатия, и сострадание. Вот я хотела бы понять основы вашей философской концепции, и что за этим стоит. Спасибо. Давайте сделаем так. Как вам удобнее? Сначала я скажу, а потом посмотрим. Или наоборот? Как вам удобнее? Лучше давайте сначала я скажу. Наверное, так будет точнее. Как вас зовут, простите? Евдокия. Евдокия. Вы понимаете, в чем дело? Очень часто нас в этой картине, то есть за эту картину, ругали по совершенно другим законам, нежели она сделана. А, в общем-то, ругать можно и вообще оценивать можно художественное произведение по тем законам, по которым она сделана. Скажем, классики критической мысли русской, которые говорили об Обломове, они рассматривали его с точки зрения социальной. В нашу задачу современных людей входило посмотреть на эту проблему с точки зрения нравственной. потому что в наш век прагматически, в наш век, когда мы отмеряем порядочность, добро, сразмеряя и то и другое собственным удобством, нам казалось, что Штольц это ярчайший представитель прагматического века. Потому что Штольц это человек, который думает о том, как жить, где отдыхать, что полезно, что вредно. Обломов это человек, который думает о том, зачем жить. Потому что Обломов со всей его ленью, над которой мы смеемся, это человек, который мучится этим вопросом. Этот вопрос лишает его сил. У него нет сил бороться, действительно. И если бы он не был крепостником, он бы, наверное, просто умер бы с голоду. Он не смог бы бороться за свое существование. Ну, так случилось, что он имел возможность иметь на столе каждый день еду и крышу над головой. Но он от этого вопрос, зачем жить, не становится менее актуальным и серьезным для него. И если вы посмотрите роман Гончарова, вы увидите, что лучшие страницы Гончарову написаны об обломах. Потому что он хочет... Простите меня, меня могут обвинить Гончароведы, что я, так сказать, влезаю не в свою епархию. Но если мы вдумаемся, подумаем о Гончарове, он, Гончаров, хотел, чтобы читатель любил Штольца, а сам любил облом. Давайте ее посмотрим кусочком. Спасибо. Спасибо вам. Стыдно, Андрей. Что? Помилуй, Илья. Не смейся, Андрей. Так стыдно иногда делается. Прямо на слез. Лежишь, ворочаешься сбоку на бок, спрашиваешь себя, отчего же ты, я такой? Не знаешь ответа. Не знаешь ответа. Однажды я утром проснулся, у меня за окном дерево росло. Оно, наверное, уж лет 500 росло или больше. Может, татар видел Мамайи, еще тысячу лет проживет, а то и две. А листы на нем каждый год меняются, и сколько их за эти годы распустилось, пожелтело, опало. Сколько еще распустится и опадет. Но ведь каждый лист, пока он растет, он живет одной жизнью с деревом, с его корнями, его ветвями. Он их чувствует, наверное, необходим им. Значит, доля этого листа есть в последующих годах, была и в тех прошедших. Как верно и мы, кто бы ни был, разживем, значит, есть смысл какой-то. Я, как это подумал, обрадовался, даже заплакал. Спроси, почему, я и объяснить не умею. Потом листал как-то учебник старый по ботанике и вычитал, что деревья так долго не живут у разве что секвойи. Так стыдно сделал, что ничего не помню, чем учился. В голове моей как будто архив мертвые дела, цифры, эпохи, религии. Ничто ни с чем не связано. Как библиотека из одних разрозненных томов ни одного полного собрания. Ботанику забыла. Спроси, зачем я помню, что селевкт первый в 306 году до нашей эры победил какого-то Чандрегупта. Никита Сергеевич, можно вопрос? Да, пожалуйста. Кинорежиссер Михалков снял несколько фильмов по пьесам. Вообще взаимоотношения Михалкова с театром достаточно сложны. Насколько об этом можно судить по газетным статьям. Можно ли подробнее узнать, каковы ваши счеты с театром? И почему театр вызывает вас такие странные чувства? О, это вопрос на засыпку называется, знаете. Но мы старались. Во-первых, 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 театр не вызывает во мне противоречивых чувств. Я бесконечно люблю театр. Я сам человек театральный. Я считаю, что единственная актерская школа это настоящая актерская русская школа театральная, актерская школа. И все, что, скажем, сделано в американском кино, в американском театре, это отпочковавшиеся, это Ли Страсберг, это все равно система Станиславского и так далее. Что касается моих взаимоотношений с театром, я хочу ставить в театре, и я мечтаю ставить в театре, и я начинал ставить в театре, в театре Вахтангова. К сожалению, эта постановка не осуществилась. Я много об этом уже говорил и писал, и не хотел бы эту многомиллионную аудиторию в общем делать свидетелями этих наших отношений, потому что, видимо, нужно не на чужом отрицательном опыте строить свою жизнь, а пытаться сделать лучше, если умеешь. Но если говорить о проблемах театра, то я считаю, что самая главная проблема театра, как и проблема кино, это проблема режиссуры. Потому что уровень режиссуры и театральной, и кинематографической катастрофически низок. И не актерам надо делать пробы в кино, а актеры должны собраться и попробовать режиссера. Может он снимать или нет. Что касается театральной проблемы, то мне кажется, что сейчас утеряно вот то самое волшебное, может быть наивное, но необходимое для театра связь со зрителем. Потому что театр рефлексирующий во многом, потому что в некоторых театрах актеры уже не умеют просто хорошо сыграть по тексту. И если не стреляют в зрительный зал, не обливают их керосином, не придуманы невероятные ухищрения, технические сложности и так далее, и так далее, спектакля нет. Если одну роль не играют 15 артистов, то есть вот просто взять Островского и сыграть его по тексту, а что в зрительном зале плакать, чтобы закрывался занавес после каждой картины, чтобы открывался он, чтобы были декорации не в супнах, вот тот самый знаменитый российский театр, театр Островского. И я считаю, что это не движение назад, это движение вперед, может быть, по кругу, но вперед. У театров, особенно у академических, есть свои клакеры, есть свой зритель, и даже театр академический, большой, прекрасный театр, я не имею в виду большой театр, а большой по размеру, по количеству народных артистов и лауреатов государственных премий, у него есть свой зритель, он ходит и не видит, что театр этот умер. Зритель хочет жить вместе с ним, а он вместе с ним, этот зритель умирает. И мне кажется, что если всерьез, реально, трезво не посмотреть на эту проблему, однажды мы можем проснуться и оказаться на краю просто катастрофы театральной. путь мне кажется, ну, может быть, это общие слова, но все-таки думаю, что в них есть смысл, это очень серьезный отбор режиссерских кадров, потому что в этой профессии, как и во многих других профессиях творческих, великое завоевание социализма отсутствия безработицы оборачивается обратной стороной. В школе мы говорили о проблемах, о современности. Я хочу задать такой вопрос. Как вы относитесь к современной кинокритике? И сразу тут под вопрос такой, как для вас и какое значение для вас имела статьи о фильме «Родня». О фильме? О фильме «Родня». «Родня». Да. Спасибо. Ну, вы знаете, в моей жизни мне хватит одной руки для того, чтобы перечислить вам статьи о наших картинах, которые меня действительно взволновали. Не потому, что хвалят, а попыткой докопаться до сути. Попыткой не картину разбирать, а попытаться понять, почему мы эту картину снимаем. Что касается «Родни», картина принципиальная. Картина принципиальная, потому, что разрыв между людьми виден и ощутим. В городах, в больших городах мы теряем связи. Люди, которые жили в коммунальных квартирах и получив отдельные, первое время съезжались, собирались, потому, что им было необходимо это общение, им было необходимо ощущение этого. я не призываю к тому, чтобы всем съехаться в одной квартире, я не об этом говорю. Я надеюсь, что вы понимаете меня, о чем я говорю. Потому, что разобщение, которое существует в городах, оно очевидно, оно видимо. Мы не общаемся порой, мы играем в пинг-понг, мы существуем по законам, по правилам, которые нами придуманы. Когда мы встречаем нашего коллегу в коридоре и спрашиваем, как ты живешь, мы спрашиваем не для того, чтобы услышать ответ, как ты живешь. Если ты спрашиваешь, как ты живешь, а он говорит тебе, как я живу, берет вас за галстук и начинает рассказывать, как он живет, он сначала вызывает у вас изумление, а потом глухую ярость, потому, что я у тебя не для того спрашивал, что ты мне все это рассказывал. Мы должны с тобой, как приличные люди, сыграть в определенную игру. Как ты живешь? Нормально, а ты нормально. Вот и все, и все. И вот в этой картине для нас было чрезвычайно важно ощутить, эта картина не о том, что в деревне хорошо, потому что я не деревенский житель, и я не могу замахиваться на это, потому что существует такой в искусстве человек, как Василий Макарович Шукшин, Василий Белов. Они это знают, и они могут об этом говорить. Я не об этом снимал картину, я снимал картину не о том, что хорошо в деревне, а о том, что не все хорошо в городе. Потому что связь эта разрывается, и это связано с нашими детьми. В картине, кстати говоря, если говорить о родне, эта картина не против Бони Эм, или Абба, или других групп наушников, нет. Но я считаю, и мы убеждены в том, что прежде, чем вот такая девочка узнает, что такое Бони Эм и Абба, она должна знать, что такое Иванушка дурачок, конек-горбунок, бабушкины сказки и так далее. Это национальный иммунитет. Без него не может существовать человек дальше сознанием того, что он здесь рождет. И если мы видим памятники, которые разрушены, вот мы сейчас были на Волге и на Оке, и мы готовили, мы искали натуру для Грибоедова, и мы заинтересовались, мы снимали на видео, мы увидели разрушенные памятники, мы увидели 70 километров от Москвы, Коломна, к этому Кремлю Коломенскому в 1380 году, в начале сентября, стекались сотни тысяч, то есть десятки тысяч русских воинов, для того, чтобы первый раз дать организованное вооруженное сопротивление оказать Мамаю, ордам Мамаю. И сейчас этот Кремль в таком состоянии, что это катастрофа, это оскорбительно. В храме, где венчался Дмитрий Ронской с Евдокией, борцовское общество «Спартак», и ребенок, который живет рядом в домике и видит ежедневную эту разруху, мы не можем от него требовать, чтобы после этого он рос здоровым гражданином своего отечества, потому что он видит, как мимо этого памятника архитектуры, которая охраняется государством, каждый день ходит его мама, отец, он сам, и ни у кого не возникает боли по этому поводу. Как можно требовать будущего от тех, кто не уважает своего прошлого? Это связано с принципиальным отношением к нашим корням. А можно ее зарядить кусочкой из родни? Я, может быть, немножко отвлекся от вашего вопроса, вы меня простите, я чуть-чуть отвлекся, но я не знаю, сумел ли я вам ответить на... Да? Спасибо. Спасибо. Баю-баюшки, бай, понемногу засыпай, помоги мне, Божья мать, все белье перестирать, Ириш, а мама с папкой ругались, да? Может, он выпивать начал? А? Ну, ладно, не хочешь, говорить не надо. Ой, Божь. Божьи. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Слушай, вот о непосредственных корнях. Что дали вам ваши родители? Ну вы знаете, что дали родители? Ну, в общем-то, я думаю, что всё, что есть, дали мне родители, жизнь, то есть. Я вам скажу так, что, конечно, это не сразу замечается. И дети мои, скажем, которые растут тоже в какой-то степени в такой среде, достаточно в какой-то среде людей, занимающихся творчеством, они тоже ещё не очень понимают, как и я понимал когда-то, не очень понимал когда-то, когда к нам приходили в гости и Рихтер, и Константин Симонов, и Алексей Толстой и так далее, и так далее. И поэтому для меня это было естественной частью моей жизни. Что мне это дало? Вы знаете, это нельзя взвесить на весах и определить точным словом. Это дало мне ощущение вот именно своих корней, как вы правильно сказали. И ещё одна вещь, которая я считаю очень важной. И моя мама, писательница Наталья Петровна Кончаловская, и мой отец, писатель Сергей Михалков. Во всё время, пока мы росли, при том, что было такое серьёзное внимание, всё-таки никогда не было насилия. Они никогда не хотели из нас сделать кого-то себе подобное. И я думаю, что это, наверное, самое правильное. Как известно, вы проходили службы в военно-морских войсках. Какой след оставили эти годы в вашей жизни? Я считаю, что чрезвычайно важная школа для человека, который живёт здесь, для мужчины, это школа армии. Чрезвычайно важная школа. Это в наш инфантильный достаточно век очень важное и необходимое столкновение с жизнью. Это необходимо для того, чтобы понимать кто-то и откуда. Это школа, которую, на мой взгляд, должен пройти любой. И чтобы доказать вам это, вам приведу пример. Мой сын, старший Степан, служит на Дальнем Востоке, в морских пограничниках. И служить он будет не два года, как все, кто служит на суше, а три, как моряки и морские пограничники. Вот это желание действительно ощутить настоящие ценности, когда тёплые носки становятся более важными, чем шарп-приёмник, магнитофон. Потому что это реальная, живая необходимость и столкновение с реальной жизнью. Думаю, что это очень хорошо. И это необходимо. Поэтому поверьте, что то, что я говорю, это не просто слова. Я надеюсь, вам это доказал. Тут у меня есть такая записка. Как вы относитесь к популярности? Своей и чужой. Но я думаю, что всё-таки действительно важна не сама популярность, а отношение к ней. Вы знаете, я глубочайшим образом убеждён и хотел бы, чтобы это убеждение меня не покидало как можно дольше. Человек, если у него есть какие-то способности, он не должен ощущать себя их хозяином. Он только проводник. И если он однажды начинает использовать то, что ему дано для того, чтобы слаще есть и мягче спать, однажды он может проснуться бездарным. И что самое страшное, он об этом знать не будет. Друзья дорогие! Вот что я хочу вам сказать. Вы понимаете, вы вежливые люди. Я понимаю, что как-то неловко вам встать и сказать, ну ладно, всё, сил больше нет. Да и мне так неловко встать и уйти и сказать, что... Но я просто считаю, что не нужно выгребать до конца внимание зрителя. Тем более, что, скажем, такие встречи, как эта, это встречи нечастые. Я считаю, что не нужно очень часто появляться на таких аудиториях. Я очень благодарю вас за то внимание, которое я здесь ощутил. По крайней мере, по количеству вопросов, на которые я не смог ответить, я надеюсь, что я смогу на них ответить, либо тем, что я делаю, либо когда-нибудь ещё. Я очень рассчитываю на то, что это не подведение итогов, а это какой-то этап. И впереди у нас, я надеюсь, довольно серьёзная работа, и, может быть, после неё мы сможем вновь встретиться, если у вас будет такое желание. Я очень верю в то, что мы живём сейчас в чрезвычайно интересное и серьёзное время. Когда реальность достижения каких-то целей перестаёт быть только пожеланием, а становится, обретает реальную форму. Когда слова становятся делом. Я бы очень хотел, чтобы это было так. Искренне вам это говорю, потому что это касается нас всех. Это касается нас всех. Я очень хотел бы верить, что здесь надежды нас не обманывают, и мы должны в этом отношении двигаться рука об руку. Я не берусь петь со сцены. Я очень завидую действительно моим коллегам, которые это делают. Но технические средства позволяют и себя самому услышать, тем более, что есть прекрасная аппаратура звукозаписывающая, и прекрасные мастера. Поэтому я бы хотел эту песню вместе с вами послушать перед тем, как мы расстанемся. Если она уже есть там, то можно её запустить. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok ПЕСНЯ ПЕСНЯ Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо, дорогие друзья. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, дорогие друзья. Я отношу эти аплодисменты не только к себе лично, Ко всем моим друзьям, с которыми мы вместе работаем, ко всем тем, кто нас учил, ко всем тем, кто помогает нам в нашем деле, в нашей работе, и ко всем тем, кто эту нашу работу оценивает в зрительном зале, как мы бы хотели, доброжелательно. Спасибо вам огромное. До свидания.